всем привет дорогие друзья с вами айпифок сегодня мы с вами продолжаем проходить мод для бесконечных лет под названием перейти рубик он перед началом ролика хочу пожелать всем приятного аппетита кто кушает всем приятного просмотра мы с вами продолжаем с того же места как где мы ограбили столу на конфеты и взяли эти конфеты в заложники перед ульяной чтобы она нам принесла пожрать правильно правильно пока я сидел на ком-то камни поблизости от дорожки и поглощал награбленного ли она спешила но спешила не так как мне хотелось бы ничего себе вроде маленькое дело воровстве вызываешь сразу выше орган власти ты предатель уже половину съел все-таки немного я слукавил когда начинаешь очень сложно остановиться зато делал это все не зря теперь буду хотя бы не голодным сомнительное из-за объедания конфетами польза однако других вариантов не представлено некрасивый детишек обманывать не считаешь столовую некрасиво грабить не считаешь некрасиво с пустым желудком с похмелья ходить детишки как не пережил он сказал я и метнул ли они заведут на мешок с тем что осталось она явно была обижена беги ульяна я поговорю с ним с глазу на глаз ульяна кивнула показав мне язык напоследок быстро удалилась стоило ей попасть за углом как алиса резко сменилась лица пообижаться и успокоиться можно что-то не напрягаться она и конфеты не особо любит уже целую тумбочку таких наворовала то есть ульяна все это время была еда и она не удосужилась об этом сказать мудрю ты вроде живой после вчерашнего никого там не тошнило все целы целы пострадал только моя гордость каком это смысле ульга дмитриевна утром зашла без стука и предупреждение плохо делай что и долгая история после этого но мне вот что интересно для начала заходила она так будто заранее знала что там увидит ничего про это не знаешь нет не знаю после площади я ее не видела она вроде как все остальные тогда отмываться в душевое пошла а вы за еще не пошли очереди огромные были так что стоять и ждать толку не было отмыли все что можно было и умывальников и сразу к тебе не верить алисе у меня повода не было да и опять же если верить словам лены с вожатой явно что-то нечисто это так может рассказать что что с приходом вожатой могу но не здесь видим кто-то очень любит приглядывать за нами раз ужата так спокойно меня нашла на хорошо как скажешь куда пойдем тогда вопрос не в куда а как алиса померела меня недоумевающим взглядом однако я кивком намекнула и чтобы она следовала за мной если мне правильно помнится маршрутом которые которыми ходила алиса слушай напомни мне о том чтобы я тебя не слушал когда в следующий раз скажет то поведешь хорошо я явно запутал утомил ее своими маршрутами однако это было необходимо ну ли она не сильно будет беситься если после того что только что было я объявлюсь у вас на пороге не будет и это она в отличие от нас с тобой живет интересной жизнью некоторые только грусти в голосе произнесла алиса открыла дверь свой домик приглашай меня войти оказавшись от дверьми домика алиса тут же начал свое повествование конечно же не без особенностей выражение лица алиса менялась достаточно с достаточно улыбчиво и ободряющего до достаточно сильно обеспокоенного и напуганного естественно я решил и рассказать всю историю и вот наступила тишина тишина напряженная я обязана спросить это ведь не шутишь так это не розыгрыш какой-то или что-то в этом роде я сильная я сильно много шутил до этого это серьезная проблема алис да я понимаю понимаю просто мне самой тяжело в такого поверить чтобы уже то и таким самым плохим в этой ситуации было то что я понятия не имел что мне делать и но приду этим вечером и что скажу болезнь а ты знала что мне мозги промыли в этом лагере возможно и тебе тоже так ты еще и отношение к моей памяти и потери памяти имеешь это же бред надеюсь на пришел переслушались к моим словам и не сидит под присмотром вожатой ну так что есть идеи пока пока что даже не представляю чем тебе помочь все что могу предложить так это место в котором до ужина ты можешь посидеть но не более сходи к лесе блять узнай как у нее там дела и так далее что туда-сюда было даже слишком видно что алиса мне здесь помочь никак не может я имел некие надежды на этого криминального мастера однако видимо на что-то больше чем сборка бомб ее ума не хватает ладно спасибо и на этом до вечера как так много времени конечно но может и придумаю что-нибудь ситуация была достаточно безнадежно я не был уверен в том что меня сейчас ждет так что мой разум мог спокойно разгуляться с вариантами самых плохих событий ну ты это не вешай нас главное разберешься ты с этой вожатой не думаю что она тебе что-то может сможет сделать хочется верить слушай раз уж ты предлагаешь что не против если я у тебя вздремну ночью особо не выспался по понятным причинам ну пожалуйста спи на здоровье верен что это хорошая идея тут либо я сижу и накручиваю себя до вечера либо сплю иду с свежей головой оси приснится решение кто знает тогда действуй как считаешь нужным окно только не забудь открыть а то еще и ужин пропустишь да хорошо спасибо большое листым просто спасите и спасительница только не расслабляйся раньше времени поставив своеобразную точку в нашем обсуждении столь насущной проблем алиса направилась по своим делам я же решил все сделать так как мне и посоветовала рыжеволосая открыл окно нараспашку сам завалился ближайшую постель что по сути было постелью алисы он меня настиг достаточно быстро даже на мое собственное удивление надеяться ни на что не получалось оба идея что приходили ко мне в голову и сразу казались кем-то сумбурным бредом раз клуб была запаса очередного тревожного сына внов увидел знакомый белый потолок медпункт место ставшие мне чем-то сродни дома за последние несколько дней уже некоторое время я болел вроде бы и ничего обычно простуда только в разгар жаркого лета такое подхватить бы было подвигом благодаря общим усилиям биолы и и волшебных препаратов моё состояние постепенно улучшалась не так быстро как хотелось но я не жалуюсь когда ты не так болен как раньше ходит то хоть немного начинаешь верить прекрасное будущее я могу слово навести да да я знаю про вашу холодную политику бутылка это для его да лежал он чем-то вроде местного изолятора а я отдельное помещение не самых больших размеров с видом на лагерь это место создавал какой-то садист бедный ребенок попадает в изолятор из-за вряд ли самой приятной болезни в середине лета то ему остается лишь наблюдать за тем как все кроме него самого весело жуть для меня это было единственным развлечением но не то чтобы я сильно протестовал не было бы этого окна то я бы вообще со скуки помер двери в мою палату распихнулись а по всей а по всей и по всей видимости человек которым принадлежал ранее слышим голос вошел в помещение я даже смотреть на него как-то не хотел он за окном были видны по приятнее какого-то очередного пионера которым которого подковырили вышата чтобы он меня навестил но и против его присутствия тоже не был красивая здесь березы цветы цветут и пахнут я бы даже сказал вот моих местах таки берез нет и не было хотя бы это окно в камере есть видом на эти березы ведь конечно не самые веселые как-то даже излишне безразлично отреагировал я неизвестно же медленно начал раскидывать что-то по тумбочке что стоял у изголовья моей койки несмотря на мою явную не заинтересованность он решил продолжить вот в моем лагере все березы загнулись даже ощущение что это чья-то шутка было чтобы мне работы подкину хотя может быть это что-то и значит неужели еще один несчастный помощник не завидую я ему а ты веришь в символизм не любить расслушиваться бредней древних людей а я в один момент был вынужден поверить как говорится атеист до первой тряски в самолете я не совсем понимал чему были все эти разговоры однако даже несмотря на очевидное нежелание этого парня сюда приходите я был рад пообщаться хоть с кем-то скорее даже не пообщаться а почувствовать что я не один одиночество таких местах это главный врань березы этот это тоже из этой оперы если правильно понял то символ жизни и процветания как-то даже слишком гадко звучит ну а так деревья достаточно красиво чем-то напоминает олесю не находишь неожиданно напоминание и было сродни и плеском холодной воды мне в лицо его голос был не похож ни на кого из нашего отряда так откуда он мог знать о ней не известно же решил не утруждать меня и сам сел на стул рядом с моей колькой оказываясь моем поле зрения что-то слишком удобно ты устроился не находишь да вот только это место не твое тебе здесь не рады ситуация из недавнего прошлого повторяется основном встречаю самого себя только слегка другого кто-то такой это ты будешь у меня спрашивать кто я такой ты и себя то толком не помнишь да и вопрос тут очень глупы такие ты своего жата и задавая не мне неизвестно сложил руки на груди и откинулся на спинку стула в ожидании честно говоря непонятно чего я аж пристал с постели для удобства что-то сильно отличалась в этой версии меня чем-то он выделялся если прошлое был каким-то предруковатым явно мог почувствовать что у него были проблемы с головой то это был безразличен слишком безразличен от меня в этой больничной койки до себя самого уменьшим оставлять впечатление если думаю что буду сидеть терпеливо ждать пока ты родишь своего просто забудь ты знаешь зачем ты сюда пришел а я не хочу видеть твою морду больше чем не нужно вещь который говорил этот парень я знаю зачем ты сюда пришел тумать тогда же просто сон я не мог заболеть я просто лег спать в домике алисе и проснуться здесь а раз ты так уверен что можешь мне помочь той про мою ситуацию знаешь так и да знаю в твоей голове не такого можно норы и наш какой именно вопрос меня волна именно так тогда что мне делать какой план бы я не пытался придумать он выглядит ужасно я уже совсем запутался и знакомит с времен не осуждающим взглядом и тут же отпила свои бутылки с непонятным содержанием план стратегия ты вообще себя слышь придурок ты чё думаю что если ты что-то не так сделала что тебя убьют может и убьют эти слова лены ты пожалуйста только думаю не стоит тебе думаю тебе стоит поторопиться в итоге был такой будет за со своим цепным псом она внезапно захотел повторить муму ты что серьезно задумался об этом теперь неизвестно точно считал меня полнейшим идиотом но все равно почему-то продолжал относиться вполне снисходительно по меркам очередной версии меня конечно же неважно ладно черт с планом что мне делать тогда просто прийти туда и послав ольгу нам три веселую букву забрать или если убежать закат я даже пристречу с вожатой не знаю что скажу это слишком по умному говоришь фазу я соку который не умеет решать свои проблемы самостоятельно но это не мое дело в общем ответы на свой вопрос ты найдешь для себя сам я дам лишь тебе один совет по этому поводу не трать время на сомнение слишком много времени потальше по итогу потеряешь то что тебе дорого люди обычно не все это вещь пока утраты пока их не утратят ты не исключение только появилась возможность того что у тебя заберут лесу как ты заметал с туда сюда не знаю что мне делать как крыса на тонущем корабле прямо сказать не можешь без намеков я тебе что мать твоя чтобы говорить что тебе делать поступай как посчитаешь нужен все что происходит это последствия твоих выборов не моих я мог лишь обезьянно упасть обратно на подушку по всей видимости ответ был очевиден с самого начала какие-то дополнительные действия были по сути своей излишней неизвестно жапали отпил еще больше чем отпевал до этого по всей видимости заканчивая бутылку которая была и без того практически пусто это все все это все а ты сам как думаешь почему я сижу терплю твою нерешимость думаешь мне приятно здесь находиться это все что хотел у меня спросить он был прав и самом деле это был еще один вопрос который меня интересовало сделал глубокий вдох и заговорил кто-то колись почему она молчала так долго про произошедшие со мной незнакомец нахмурился пуще прежнему и явно тяжело удавалась именно эта тема на когда бы я точно не переспрашивал он стал и подошел поближе ко мне здесь все просто она твоя боль моя боль и самая невинная жертва этого лагеря в отличие от меня с тобой она ничего не забыла по поводу второго я тебе сказать ничего не могу сам не знаю каждый раз ты просыпаешься и каждый раз возвращаешься к ней как проклятый хотя может быть я ее с кем-то путаю черт ее знаю ответы были вновь размытыми но в том информации на первый взгляд не давали однако неизвестно решил что этих ответов хватит а теперь вставай я все еще пытался осмыслить все его фразы так что недолго думая сначала пристала лишь потом задал вопрос зачем не известно лишь подбросил бутылку и схватил ее за город ска после чего замахнулся и коротко заключили заключил этот странный сон время вышло она ребятами думаю можно закончить эту серию по моду перейти рубиком всем спасибо что посмотрели с вами был я и фокс нам нравилось подписан на канал ставьте лайки смотрите комментарии нажимайте на колокольчик включать все уведомления чтобы не пропускать новые уведомления о видеороликах и стримах на этом я с вами попрощаюсь всем до новых встреч всем удачи ребята всем пока